Приложение PowerPoint помогает вам создавать и показывать эффектные презентации, а режим докладчика упрощает использование PowerPoint. Обычно зрители видят перед собой экран, на котором выводятся ваши слайды PowerPoint, а вы стоите между аудиторией и экраном и меняете слайды на компьютере. Если вы не профессиональный докладчик, то, возможно, вам придется обращаться к записям на бумаге или пытаться импровизировать, используя текст на слайдах. В режиме докладчика можно использовать два монитора, на одном из которых отображается содержимое для зрителей, а на втором – то, что им видеть не нужно. Зрители видят ваши слайды на главном экране, а вы управляете показом в режиме докладчика на другом экране, предназначенном только для вас. Режим докладчика похож на панель управления. В одном окне есть все, что нужно для показа слайдов. Здесь находятся ваши заметки. В этой области вы видите то же, что и зрители, за исключением переходов, эффектов и видеороликов. А в этой области показан следующий слайд. Здесь находятся все инструменты, которые вы можете выбирать незаметно для аудитории. А эти кнопки позволяют перейти вперед или назад. Есть даже таймер, который запускается, когда вы начинаете показ и часы. Открыв режим докладчика на ноутбуке чуть ниже уровня глаз, вы сможете все время оставаться лицом к зрителям и не оглядываться на экран. Вы можете выбрать лазерную указку или инструмент рисования, а также использовать навигатор слайдов для перехода к другому слайду. Все эти закулисные действия будут видны только вам, а зрители смогут сосредоточиться на вашем выступлении. Режим докладчика также поможет вам сохранять концентрацию. Все элементы управления удобно расположены в одном окне с крупными значками и простым оформлением. Итак, если вам интересно, давайте испытаем режим докладчика в работе. В следующем видеоролике мы настроим презентацию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова